Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 17-22 тепла, в горах местами плюс 10-15. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17-19 тепла. В Железноводске прошел международный конкурс по хореографии. Нашу республику представлял ансамбль «Кавказ» под руководством народного артиста Карачаева-Черкесии и Южной Осетии, заслуженного работника культуры России Эдуарда Хугаева. Коллектив завоевал гран-при. В эти минуты в нашей студии руководитель ансамбля расскажет моей соведущей Белле Джозаевой, как прошел танцевальный конкурс и какой танец делал их грантообладателями. Доброе утро всем, доброе утро, Эдик. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, как всегда, с грамотами, с кубками. Ваш коллектив «Кавказ» как всегда на высоте. Был международный фестиваль, который проходил, насколько я помню, в Железноводске. У вас гран-при. Поздравляю. Спасибо. Знаю, что было именитое жюри, знаю, что конкурс проводила Москва, московские хореографы именитые присутствовали. Но расскажите, как все прошло. Ну, председателем жюри был Евгений Попоношили. Я, в общем, приветствую это, когда приезжают со стороны жюри, когда сидят наши, я особо не стремлюсь к этим конкурсам. Люди не знают никого и честно судят. Вот. И со всей России и за рубежа были коллективы. Очень много коллективов было. Утром прям с 8 до 11 часов вечера проходил конкурс. Даже они хотели вначале, чтобы галоконцерт сделали, и награждения отдельно не смогли, потому что много коллективов было. Вот. Я первый раз принимал участие, поэтому, как на разведку поехал, один танец всего взял. У меня есть горский танец на носках, который, ну, исполняю, у меня девочки, но они в форме мальчиков, и пока они в конце шапки не снимают, вот никто и не знает, что это девочки танцуют. И вы выступили удачно. Вы рассказывали в нашей предварительной встрече, что жюри чуть ли не засыпало в некоторых местах, и вдруг ваш зажигательный танец, я видела этот танец, горский танец на носках. Это, конечно, что-то такое просто фантастическое, поэтому понятно, что гран-при, и первый раз поехали, и гран-при. Вообще этот конкурс, он традиционный, вы планируете поехать еще раз на него? Да. Я на следующий год обязательно поеду и постараюсь и в других номинациях выступать. Вот. У нас будет, я как бы вперед забегаю, 30 апреля в городском дворце культуры, вот у нас будет международный конкурс, тоже будет проводить Москва. Ну, председателем жюри будет известный на Кавказе танцор Нодар Плев, заслуженный артист России. Вот. И я там буду принимать участие и во всех номинациях, начиная с сольного танца и до ансамблей, больших ансамблей во всех номинациях буду принимать участие. Если бы я знал, что там такой уровень проведения, я бы, конечно, взял и другие танцы. И мне было бы приятно послушать мнение жюри. Когда после выступления там небольшое такое было совещание, как бы круглый стол для руководителей, вот, Евгений Попонощелим говорит, хореографом обращается, говорит, вам повезло, что одних только девчат привез. Представьте себе мальчика, он привел. Вам бы тогда ничего не досталось, говорит. Это очень приятно, конечно. Я еще раз поздравляю вас с этой блестящей победой. Новых побед. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже спасибо. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.